Добрый день, светлые и замечательные Елены и Григории! Вопрос сегодня к Григорию. Какую роль в работе играет Ваша Борода? Мы тебя не слышим, Григорий. Это не слышно. Вот теперь слышно. Слышно теперь? Да, да, слышно. Ну, я бы больше, наверное, ответил на вопрос, какой он играет в семейной жизни, принципиально. Без Бороды бы, наверное, со мной развелись бы. Борода, как в астрологии, называют Сатурном. Она укрепляет систему ценностей, позволяет человеку быть более твердым в том, что он делает. Но, соответственно, если человек твердый в каком-то заблуждении, то Борода поможет ему быть более твердым в его заблуждении. То есть она как бы на полевом уровне поддерживает систему ценностей человека, то есть делает его более стойким в его начинаниях, в его действиях, в его мировоззрении. Как она помогает мне работать? Волосы вообще, они антенки, то есть они помогают настраиваться на тот или иной диапазон, когда человек на чем-то концентрируется. Соответственно, ну, волосы на голове, они работают немножко в своем диапазоне, на Бороде немножко в своем диапазоне. Это своего рода антенки. Многие антенки есть, есть многие антенки на теле человека в виде волос, без которых можно обойтись. Ну, там где-то, может быть, на лице лишний, на каком-то, может быть, заднем месте, где-нибудь там на спине, на животе. Вот без таких антенок, в принципе, можно обойтись. А обычно волосы на голове, даже волосы под мышками, они считаются важными, они связаны с определенными вещами. Даже считается, в многих традициях, например, зороастризм запрещают, например, брить волосы под мышками. То есть эти знания, они не на пустом месте находятся. Они связаны с определенными циклами и с определенными энергиями. В любом случае, волосы – это антенки, и чувствуете или не чувствуете, они помогают вам настроиться. Но волосы, они еще и, соответственно, увеличивая вашу чувствительность, они и увеличат вашу вовлеченность в тот или иной процесс. Почему буддисты себе сбривают волосы с головы? То есть они заметили такой эффект, что волосы раскручивают эмоции. То есть если человек свою энергию, свою концентрацию направляет в эмоциональный мир, то они усиливают эмоции, соответственно. То есть они в каком смысле усиливают? Они делают этот механизм более мощным, соответственно. То есть увеличивается чувствительность, увеличивается вовлеченность в той или иной энергии. Волосы на голове, сверху, они в этом плане больше действуют. Волосы на бороде, они больше в концентрации находятся. Но, как говорится, концентрация – это тоже механизм, его можно направить в те же самые эмоции. Но вообще борота укрепляют в человеке собранность, сконцентрированность и умение придерживаться в тех или иных взглядах, если у человека они есть. И если человек их укрепляет, то борода как бы получается некий механизм, который помогает ему, скажем, в этом быть более стойким, более сильным, более последовательным, может быть. Она не решит ваши проблемы. Если вы думаете, что вы отрастите бороду, и все само произойдет. Нет, это не произойдет. Но как механизм она этому помогает. Это как машина, если она у вас есть, например, она поможет вам быстрее добраться до того места, куда вы хотите попасть. Но если вы ее не умеете вводить, если вводите ее неправильно, если вы выбираете неправильное направление, то, соответственно, она вас все равно может не перевести к результату, несмотря на возможности в скорости, в маневре, во всем остальном. Могу еще добавить, что от того, какой формы имеет бороды, тоже кое-что зависит. Видел в интернете, недавно был такой, до революции, хороший министр, вы, наверное, про него слышали, это Столыпин. И он носил бороду в две стороны, вот так вот собранную. Я вот думал, почему он носит ее в две стороны. И тоже понял, что не случайно. То есть он свои энергии разделял, он разделял некоторые психические возможности. Когда, например, борода сплечена в косичку, она помогает концентрироваться в узком направлении. Когда она распушена, то есть создается общее восприятие вопроса. Когда она разведена в две стороны, разделяются некие возможности левого, правого, пуршари. Немножко эти возможности, они немножко разделяются. Это нужно людям, для которых периодически важно, например, работать в ментальной сфере, в мире понимания, а периодически включать в себе интуицию. Все люди талантливые, все способности. И на самом деле этот механизм используют. Даже люди, называющие себя материалистами, они тоже используют эти механизмы. Просто они про это обычно не говорят и не фиксируют на своем понимании. Тем не менее, все равно этот механизм работает. И даже в тех вопросах, где им нужно и чисто логически к чему-то прийти, все равно включается механизм интуиции. Борода разделенная в две части, она немножко разделяет работу энергии левого, правого, полушария. Но разделяет не в том смысле, что она выключает какой-то механизм. Она позволяет человеку, например, в определенный момент включаться в работу правого полушария, потом включаться в вопрос в левого полушария. Я какое-то время ошибочно думал, что это вопрос эстетический. Хотя эстетическая составляющая навсегда есть, но на самом деле человек подсознательно выбирает ту форму бороды, которая поможет ему реализоваться тех вопросов, которые он хочет. То есть та форма, в которую вы вплетаете, заплетаете свои волосы, тоже определенным образом концентрирует вашу энергию. Более того, даже важно, если вы, например, заплетаете косичку, сколько вы берете пучков косички. То есть это два пучка, три, четыре. Например, у африканцев есть такая, так называемая, африканские косички. Я думаю, что это не африканские косички, они у кого-то их слезали. Я очень мало верю, что африканцы вообще сами что-то могут придумать. То есть не случайно у них волосы заплетаются в маленькие косички. То есть у них очень мало реальных знаний о мире. Им нужно в голове собрать определенные умения основные. Этих умений у человека должно быть несколько десятков, чтобы ему выживать. А вот каждая косичка, она лицетворяет какое-то умение, концентрироваться на каком-то вопросе. То есть это вещь подсознательная. То есть африканцы этого не знают, но вот этот механизм, например, у человека есть 30 занятий, предположим, 50, которые ему в жизни важны, основных. Каждая косичка – это антенка, которая со временем настраивается на диапазон, и когда ты учишь, она оттачивает. То есть это антенка, которая начинает работать в этом диапазоне. Получается персональная задача. Это касается и бороды, и все имеет значение. Если вы, например, у вас есть борода, и вы ее заплетаете, попробуйте заплести, например, бороду 2, 3, 4. Например, 3 дня вы выходили с 2, потом с 3, и вы со временем начнете чувствовать разницу. Вроде бы какая разница, все равно волосы есть волосы, но вы почувствуете разницу, как это работает. Особенно, если вы человек чувствительный, и вы способны эти вещи отслеживать. Также имеет значение, конечно, и цвет волос, соответственно. То есть когда волосы белеют, то есть, соответственно, по причине, например, что человек стареет, у него заканчиваются определенные химические элементы в голове, или человек перекрашивается, да. То есть идет приключение на некоторый спектр. Как ни странно, даже цвет волос, он влияет на то, с чем вы работаете. Случайно, например, люди рыжие, обычно это люди очень активные и эмоционально, и, скажем так, по деловому, а что-то включенные. То есть этот спектр стимулирует человека к деятельности, например. Вот если это борода, то это будет во многом связано с мировоззрением. Если это волосы, это будет связано с эмоционально-психическим миром. Хотя, конечно, эмоционально-психический мир, к этому понятию можно, на самом деле, привлечь все действия человека, которые, по большому счету, работают. Но я их все-таки разделяю. Вопросы именно эмоционально-психические, эмоциональные, и вопросы, связанные с мировоззрением. У них разная глубина и разная степень сконцентрированности на понятиях и на самоисследовании. Но разговор про бороду может затянуться очень долго. Я думаю, что можно перейти к следующему вопросу. У нас есть прекрасная запись на принятии. Она называется «Маринфи». Рекомендую вам найти ее на нашем видеоканале и посмотреть. Там подробно рассказано про волосы на теле человека, в том числе про бороду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова